Фигурные или виноградные ворота Царицынского парка. Здесь начинается так называемая утренняя прогулочная дорожка. По пути четыре обзорные площадки, построенные еще в 19 веке. Самая популярная вот эта, с беседкой. Отсюда открывается панорама на каскад прудов. Когда-то здесь был чайный домик. Здесь стояли столики, можно было получить самовар, чай, кофе, пиво, прохладительные напитки и прочие удовольствия. Еще три века назад Царицынский парк был, как сейчас бы сказали, пансионатом. Сюда приезжали отдыхать на выходные, останавливались в коттеджах-хижинах. Их, значит, специально построили для того, чтобы сдавать приличной публике. То есть здесь можно было приехать, надеть, давай снять такую хижину. В те времена, да и сейчас, всех манит вот эта декоративная башня-руина. Только в 19 веке лестницы у нее не было и называли ее чертовой. Ходили слухи, что по ночам здесь воют оборотни. На деле все было намного проще. Разгоряченные винными парами там купеческие головы вдруг, значит, решались влезть, вскарабкаться на самую вершину этой башни-руины. Вскарабкаться было значительно легче, чем слезть. До сих пор находятся смельчаки. Только покоряют они уже не башню, а соседнее дерево. Три года назад кто-то умудрился прибить к нему маленькую гитару. Так ее и оставили в качестве экспоната. В глубине парка самое романтическое место – павильон Нерастанкино с видом на русалочный остров. По легенде, здесь надо делать предложение руки и сердца, чтобы быть вечно вместе. Последняя площадка расположена на границе царских владений и села. Вот эту ротонду называют храм богини Цереры, покровительницы плодородия. Недалеко отсюда царицинские оранжереи, про которые местные крестьяне говорили – лето живет в них круглый год. И правда, в парке еще лежит снег, а здесь распускаются нарциссы и тюльпаны. Спеют ананасы и кофе. А эта древовидная крапива вымахала до 4 метров. Это растение называется бимерия серебристая. Листик немножко шершав, как крапива. Одно хорошо, что наша крапива не жжет кожу. Ее можно погладить, посмотреть на нее. А еще здесь больше десятка видов пеларгонии или герани. В 18 веке это был диковинный цветок. Есть легенда. Король Англии Георг III отправил целый корабль герани Екатерине II, чтобы та прислала ему подкрепление. Причем корабль этот шел с военным эскортом, потому что это было очень дорогое удовольствие. И даже со своими садовниками. И это лишь малая часть того, чем царицинские оранжереи могут удивить публику. Сергей Абрамов, Сотник, Михаил Шевченко, Первый канал. .